Всем намастей! Меня зовут Ольга, я инструктор йоги и йога терапии. Добро пожаловать на мой канал Акаши Йога Ру, где представлены различные йогические практики. Сегодня мы делаем с вами небольшую практику по йога терапии для шеи и грудного отдела позвоночника. На канале уже есть одна практика для шейно-грудного отдела. Поэтому, если вы еще не пробовали по ней заниматься, обязательно позанимайтесь. Я оставлю ссылку в описании. Как всегда, перед тем, как мы перейдем к занятию, рекомендую вам обратиться к своему врачу, если у вас есть какие-то травмы или проблемы со здоровьем, для того чтобы вы понимали, что можно делать, что нельзя делать. И мы переходим к занятию. Для сегодняшней практики вам понадобится плед или какая-то тонкая подушечка. Пожалуйста, не используйте очень высокую подушку. Мы с вами начинаем. Начинаем мы с положения лежа на спине. Ложимся на спину. Вытягиваем ноги и руки. Делаем вдох-выдох и закрываем глаза. Еще раз делаем вдох-выдох. На выдохе погружаем внимание внутрь тела. Вниманием проходимся по телу. Смотрим, какие ощущения в теле присутствуют, как тело себя чувствует. Также отмечаем, как тело сейчас соприкасается с полом. Есть ли разница в ощущениях в теле справа-слева? Есть ли напряжение в теле? Затем сгибаем ноги, ставим стопы на коврик на комфортном расстоянии друг от друга и у таза. Возьмите себя ладонями за противоположные плечи. Приподняв голову лопатки, вытяните себя из таза по коврику назад. Опуститесь вниз. Мы начинаем дышать грудную клетку. На вдохе грудная клетка расширяется, поднимается в сторону головы. На выдохе она опускается и сужается. Живот при этом расслаблен. Он начинает двигаться за грудной клеткой, расширяясь во всех направлениях. Субтитры создавал DimaTorzok И дальше мы перемещаем внимание на стопы, сделав вдох. Толкаем стопы в пол и к себе. Поясница от пола поднимается. На выдохе мы толкаем стопы в пол и вперед. Поясница к полу приклеивается. Мы перекатываем сейчас крестец по полу, следя за тем, чтобы живот у нас не напрягался. И отмечаем, какие ощущения у нас в теле появляются. И отмечаем. И отмечаем. И отмечаем. Теперь толкаем ту правую, ту левую стопу в пол, крестец перекатывается по полу, поменяв направление движения. Сюда добавляем прокручивание таза вперед, я также толкаю стопу и прокручиваю часть таза, которая приподнимается относительно другой. И в другую сторону. Вытяните ноги, немножко отдохните и сравните свои ощущения в теле с теми ощущениями, которые были в начале и сейчас. Снова согните ноги, поставьте стопы на коврик, положите свою правую ладонь на живот, правый локоть лежит на полу. И мы начинаем двигать себя рукой по центральной линии от живота до вашего плеча. И также аккуратно возвращаемся обратно на живот. Чем медленнее вы делаете это движение, тем проще будет понять, что сейчас происходит в вашем теле. Понаблюдайте, как это движение отзывается в вашем теле. Обратите свое внимание на то, что сейчас делает ваша лопатка. И вернув руку на живот, в следующий раз, когда вы будете поднимать руку, добавьте подъем вашего локтевого сустава от пола. И посмотрите, в какой момент ваш локоть будет подниматься от пола. Продолжение следует... Вернув руку на живот, вытяните руку по полу, вытяните ноги и посмотрите, что поменялось в вашем теле. И если разница в теле справа-слева... Снова согните ноги, поставьте стопы на коврик, вновь правую руку положите на живот. Мы снова начинаем двигать рукой по центральной линии в сторону вашего плеча, но немножко будем увеличивать амплитуду локтевого сустава. В конечной точке ваша ладонь должна находиться на плече и локоть направлен вверх в потолок. Постарайтесь, делая это движение, отмечать все ощущения, которые в вашем теле появляются. И в верхнем положении, да, в конечном положении, когда ваш локоть смотрит вверх, постарайтесь почувствовать опору вашей лопатки. Как ваша лопатка помогает удерживать руку в этом положении. Продолжение следует... Верните руку на живот, затем вытяните ее по полу, вытяните ноги, посмотрите, что поменялось. Снова поставьте стопы на коврик и теперь все то же самое будет делать наша левая рука. Положите ладонь на живот, локоть левый лежит на полу. Сейчас мы начинаем аккуратно двигаться ладонью по центральной линии в сторону плеча, отмечая, что у нас происходит в теле. Продолжение следует... Теперь мы продолжаем делать движение, но поднимая локоть от пола. Посмотрите, в какой момент ваш локоть поднимается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опустите руку на живот, вытяните ее по полу, вытяните ноги и тоже посмотрите, что поменял стили. Мы снова сгибаем ноги, снова кладем ладонь на живот и рука по-прежнему будет двигаться в сторону плечевого сустава, но локоть мы будем направлять уже вверх потолок. Понаблюдайте за ощущениями и постарайтесь почувствовать опору вашей лопатки. Вернув руку на живот, вычиньте ее по полу, вычиньте ноги, отдохните и посмотрите, что поменялось в теле. И теперь вам понадобится плед или подушка. Подложите их под голову и проверьте, чтобы ваш нос четко смотрел вверх потолок, чтобы не было такого положения или такого положения головы. Сейчас мы будем делать технику PIR, после зенитрической релаксации. Ваш нос четко смотрит вверх потолок и сделав вдох, мы на выдохе аккуратно начинаем голову толкать в пол. Не должно быть дискомфортных ощущений. Продолжая толкать голову в пол, мы дышим. Расслабились. Снова вдох и на выдохе толкаем голову в пол. Расслабились. Теперь мы поворачиваем голову так, чтобы нос ушел вправо на 45 градусов. Я не опускаю голову вниз, не поднимаю вверх. В этом положении сделав вдох, мы начинаем толкать голову в пол на выдохе. Расслабились. Снова вдох и на выдохе толкаем. Расслабились. Аккуратно возвращаем нос в центр. И затем также на 45 градусов выводим влево. Здесь делаем вдох на выдохе голову толкаем в пол. Расслабились. И снова тело вдох на выдохе толкаем. Расслабились. Вернули нос в центр. И носом на потолке начинаем рисовать круг медленно. Диаметр круга два сантиметра, не больше. И в другую сторону. Постепенно завершаем. Уберите одеяло. И снова соприкоснувшись головой с полом, посмотрите, что поменялось в ощущениях. И затем аккуратно через бок мы выходим с вами в кошку. Положите одеяло под колени, чтобы коленям было комфортно. Чтобы не было сильного давления на ваши колени. Колени стоят на ширине вашего таза. Ладони под плечевыми суставами. Пальцы стоят широко. Стопы на подъемах. Руки-ноги толкают пол. Шея не зажата. Зашли копчик. На вдохе копчик вверх. Прогиб. Взгляд вверх. Выдох. Копчик вниз. Круглая спина. Взгляд на пупок. Делаем движение в ритме своего дыхания. Наблюдая за всеми ощущениями в вашем теле. И если шея или голова начинают чувствовать себя некомфортно, то можно исключить их из этого движения. Добавляем движение по кругу. На вдохе прогнулись. Сместили правый бок, правый. Выдох. Круглая спина. Левый бок ушел влево. Опять же, голова участвует или не участвует, в зависимости от ваших ощущений, не должно быть дискомфорта. в другую сторону. Постепенно заканчиваем таз и ходим на пятки, немножко здесь отдыхаем. Et у critiques над closing. И снова вернулись в кошку. Ладонь находится у нас под плечами. Коленя все еще под дозабетными суставами, стопы на подъемах. руки-ноги толкает пол. На вдохе мы вытягиваем вверх левую руку, на выдохе она уходит под правую, дальше мы возвращаем руку на коврик, вдох правая вверх, выдох, рука ушла под левую. Шея при этом не зажимается. Шея при этом не зажимается. Постепенно завершаем. Выходим в положение сидя с прямой спиной. Если это положение некомфортное, вы можете сесть тазом на пятки, либо сесть на какое-то возвышение, главное, чтобы ваша спина осталась прямой. Мы тоже будем делать движения в динамике. На вдохе руки вытягиваем в сторону, руки толкают стены. На выдохе правая рука уходит за спину, левая за спину. Мы пробуем соединить ладони. Если не получается пока соединить ладони, ничего страшного. Дох, толкнули стены, выдох, аккуратно поменяли руки. При этом проверьте, чтобы вы не зажимали область поясницы, не проваливайтесь, пожалуйста, животом вперед. Продолжение следует... Хорошо. И теперь, опустив руки, если необходимо, повращайте немножко плечами вперед-назад. И дальше также, не проваливаясь в пояснице, мы раскрываемся на вдохе навстречу солнцу, толкая центр, выдив вперед и вверх. И на выдохе обнимаем себя, пряча центр грудной клетки. Обменяем руки местами, когда обнимаем себя. Опустили руки вниз, снова повращали плечами, если это необходимо. И затем возвращаемся с вами на спину. Сгибаем ноги, стопы ставим на коврик. Возвращаемся к дыханию грудной клеткой. И сейчас сравните свои ощущения с тем, что было вначале. Насколько поменялась амплитуда движения грудной клетки. Грудная клетка опять на вдохе расширяется, поднимается. В сторону головы на выдохе опускается, сужается. Живот расслаблен. Грудная клетка опять на вдохе расширяется. И затем вытяните ноги по коврику. Закрыв глаза, вниманием пройдитесь по телу и посмотрите, как сейчас ваше тело лежит на полу. Поменялось ли что-то в ощущениях и есть ли какое-то напряжение в теле. Есть ли разница в теле справа-слева. Затем переместите свое внимание на дыхание. Начните наблюдать со вдохами и за выдохами. Постарайтесь представить, как на выдохе все ваше тело начинает расслабляться. Напряжение покидает тело. И также постарайтесь представить, как с каждым духом ваше тело начинает наполняться новыми силами, энергией, здоровьем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжение следует...